друзья все еще раз поставьте от 1 до 10 слышно меня и видно диверсанты атакует нет ничего страшного бывает что-то может подвисать все есть да отлично ну все в общем то надеюсь ссылку все найдут на русский на русском языке вебинары двигатели до иного именно здесь у нас идет основная трансляция здесь мы отвечаем на вопросы в других местах там где вам удобно вы также можете смотреть наших социальных сетях или на других youtube каналах и также помните что у нас есть теперь возможность смотреть перевод наших вебинаров текущий на английский язык на нашем вебинаре который посвящен в общем-то англоязычному контенту это наш английский канал так что если у вас есть партнеры из англии вы можете им эту ссылку направлять и они также могут быть в курсе всех самых актуальных событий в жизни проекта еще раз сегодня мы говорим о новостях говорим обо всем самым важным во всем самым интересным что у нас происходит в проекте в жизни проекта двигателя до иного сегодня в качестве ведущих буду я меня зовут павел я один из участников команды который занимается маркетинговой поддержкой проекта финансированием проекта также сегодня выступит дмитрий александрович до инов это автор мотор клеца до иного небезызвестного технологий совмещенных обмоток славянка он также поделится последними новостями и ответит на ваши вопросы вообще хочу отметить что быть достаточно большая часть вебинаров у нас как правило посвящена вопросам так что свои вопросы вы можете направлять в чат мы обязательно на вопросы сегодня на все ответим ну и дмитрий александрович также уже сейчас свои вопросы можете писать что у нас интересно друзья происходит на текущий момент на хотелось бы первое отметить у нас уже известно в общем-то практически точно дата смены инвестиционного но по нашей доброй традиции давайте я не буду вам просто ее так объявлять а я ее объявлю в том случае если мы соберем сколько лайков под значит под этой трансляции пока вебинар идет напишите какие варианты до этого мы собирали помни 200 и 300 мне честно сказать хочется прямо поставить 500 рамку как думаете 500 соберем вот виктор пишет 500 давайте 500 давайте 500 сергей 350 я принимаю ставку 500 давайте если сегодня мы по трансляции вебинары двигателя до иного набираем 500 лайков во время прямой трансляции я объявлю сегодня дату смены инвестиционного этапа тот момент когда мы переходим заканчиваем 11 этап развития проекта двигателя до иного так что выслайте по чатам этот вебинар выслать и по знакомым давайте друзья больше активности и сегодня эту новость вы узнаете ну два часа нас вебинар идет вот за это время примерно у вас есть такая возможность это сделать так что успеваем и также успеваем и принять участие в нашей акции которая длится только в течение 11 этапа это акция по увеличению инвестиционного пакета помните что вы можете увеличить абсолютно любой свой инвестиционный пакет даже если вы уже закончили платить и это в общем то такая уникальная возможность ваша увеличить объем своих инвестиций в проекте на супер выгодных условиях на тех условиях на которых вы изначально когда-то инвестировали в проект это возможно действительно уникально потому что она больше никогда не повторится действительно это так я смотрю что и достаточно большой ажиотаж вокруг этой идеи многие эту идею восприняли как сигнал к действию что называется и так что не упустите потому что действительно 11 этап уже скоро завершится дата уже известно и сегодня я ее назову если у нас будет 500 лайков под этой трансляции так что как говорится не расслабляемся дальше что у нас интересного конечно же самое ближайшее самая такая важная новость грядущих дней это наша конференция в индии у нас сейчас идет достаточно активное общее развитие за рубежом и мероприятие которое пройдет у нас в индии это будет поистине такое самое крупное мероприятие в жизни проекта двигателя дуйного когда у нас была конференция в москве мы собирали где-то 500 600 человек это был наш максимум в индии мы уже точно нашу конференцию посетят не менее 800 человек и мы остановили регистрации на неделю раньше чем в общем то подошла дата самого мероприятия потому что мест не хватило на всех желающих и в индии действительно огромный интерес к нашему проекту если смотреть статистику которая у нас сегодня есть если в 2018 году роль индии в проекте была незначительной она была несколько процентов несколько сотен инвесторов за год было да то на сегодняшний день в течение 2019 года по количеству инвесторов индия практически сравнялась с количеством инвесторов из россии я говорю конечно же не про нисколько всего инвесторов да и россии в проекте а говорю именно за год 2019 год сколько от новых поэтому индия не просто такой скачок совершил это прям настоящий взрыв рывок и это не просто так все индусские лидеры говорят тоже так не пойму почему-то приостановлен трансляция меня видно или не видно что произошло так вот вроде опять я в эфире не пойму в чем проблема теперь все опять норм так все друзья пишите пишу что периодически прерывается так давайте сейчас отключу себя на компьютер и все лишнее что можно интернет забирать чтобы ничего лишнего у нас не грузилась так ну сейчас напишите в данный момент прямо от одного до десяти какого к какое качество все ли слышно все ли видно прямо сейчас в данный момент пишут конкуренты мешают да нет не конкуренты почему они должны мешать 10 10 кто-то пишет 5 скачет 10 ну ладно держите меня в курсе если что-то будет не так то сообщайте попробуйте может быть качество хуже сделать может быть что что-то наладится так ну ладно а если что-то будет тогда будь не будет не работать что-то мы здесь поправим я думаю что все будет нормально ничего страшно тогда не забывай ставить лайки помните что если мы сегодня соберем достаточное количество лайков в таком случае я расскажу даты смены инвестиционного этапа я же продолжаю продолжая говорить про экспансию нашу экспансию на зарубежные рынки я говорил о том что индия по количеству новых инвесторов 2019 году сравнялась с россией то есть в 2019 году инвесторов из россии у нас примерно столько же сколько инвесторов из индии и это действительно большой большой шаг потому что если россия долго к этому шла а если инвесторы но и внимание к проекту приковывается от последние несколько лет то в инди это произошло прям буквально сейчас и сегодня мы действительно видим что то работа которая проводит наши партнеры в индии то работа которая проводится популяризации проектов в том числе делать это и виктор арестов команда дмитрий александрович а все это имеет свои плоды и плоды этой работы мы видим сегодня в качестве такой вот активности со стороны индии что там будет вообще в индии да поедет достаточно большое количество спикеров от и от solar group в том числе там буду я павел шанский сергей семенов также вероятно это даже лично возможно посетит и виктор арестов это мероприятие он представит там свои разработки свои электродвигатели совмещенными обмотками славянка но это двигатели которые именно он выпускает серийно причем у него есть проекты в индии связаны с тук-туками и с другой техникой то есть достаточно интересно будет индусам и на него посмотреть они его реально знают они знают кто это такой и им очень интересно сотрудничать как с виктор арестом так вообще с компанией с овел наш так что мы будем продолжать работать в этом направлении и конечно же дальше нас венгрия дальше нас hit нам и вьетнаме у нас уже народу на мероприятие больше даже чем мы планировали потому что вьетнамцы планировали привлечь 100 человек на это мероприятие и сказали что там будут основные лидеры такие в итоге мы имеем сейчас уже больше там 120 регистрации у нас еще практически месяц до начала мероприятия поэтому я думаю что и 200 больше у нас будет то есть опять-таки активность два раза выше чем даже мы сами этого планировали так что будем идти дальше будем развиваться в этом направлении и я уже говорил что во многом это заслуга и виктора арестова который продолжает популяризировать проект за рубежом у нас нет на данный момент представителей официальных в таиланде но я думаю что в скором времени у они у нас там появятся потому что то движение это активность которая сегодня происходит благодаря компании асс пп вай хай который руководит виктор арестов это действительно очень и очень яркое событие и так давно я рассказывал о том что технология совмещенных обмоток славянка была официально признана университетом банкока и правительством таиланда и после исследований которые в том же университете банкока были проведены и на большом таком как выставке до было вручено или даже не выставка как правильно назвать в общем таком большом событии мероприятие очень важным для отрасли электротранспорта таиланда и тук-тук было вручено даже сертификат специальный виктора арестов который как бы подтверждает признание таиланда для этой технологии и это не просто так дело в том что во первых виктор арестов делает большую работу для предприятий сейчас достаточно большое количество компаний хотят перемотать свои двигатели непосредственно на заводах кроме этого виктор работает их точечных проектах в таиланде достаточно сильно развита такой транспорт как лодки причем лодки не не очень большие как правило дизельные или моторные или бензиновые да то есть и сейчас идет большой курс на популяризацию электротранспорта в том числе и таких самых лодок и сегодня виктор арестов работает в направлении значит модернизации именно этих лодок которые могут использовать туристами не только для того чтобы менять их двигатели дизельные на электрические соответственно сегодня у виктора есть достаточно большой проект который связан с этими лодками и если недавно мы только говорили о том что этот проект стартовал что первая лодка была оборудована подобными двигателями хочу обратить внимание что это не просто лодка до в которую поставили электродвигатель совмещенными обмотками славянка это лодка на которой на крыше установлены солнечные батареи во первых во вторых там принимает участие в этом проекте университет бангкока да то есть достаточно уважаемое такое предприятие области науки с самым талах таиланде и этот большой совместный проект который делал делается с компаниях energy которая также недавно рассказывал там один из проектов был гольф-машинка с солнечными батареями эта компания в свою очередь она занимается солнечными батареями на именно на этом специализируется и сегодня 1 ноября нет проект начали и уже 11 ноября если не ошибаюсь ну там буквально через около десяти дней они поставили эту лодку нам на воду да и в общем то она получила т.к. первый тест-драйв причем достаточно успешно под она может приехать где-то 40 километров ну что достаточно ощутимой и есть действительно надежда скажем так что ну и как бы цель даже так надо назовем что эту моторную лодку как она раньше да было а теперь она такая электрическая да и что и вообще не нужно будет подряжать таких со сторонних там розеток и всего прочего то есть она будет работать полностью на солнечной энергии кстати это интересно некоторые говорят зачем ваши двигатели нужны сейчас в мире идут вперед солнечные там технологии возобновляемая тика не все думают о том что для того чтобы эти энергии успешно можно было перерабатывать переводить в энергию механическую до нужны достаточно эффективные электродвигатели поэтому те компании которые сейчас работают именно на возобновляемая энергетика в том числе над солнечной энергии они ищут подобные электродвигатели экономичные чтобы продемонстрировать в том числе свои технологии потому что благодаря двигателю совмещенными обмотками славянка тоже лодка может проехать ну проплыть до гораздо больше чем если бы она проплыла на сам ну бы их там был бы другой двигатель установлен хотя она тоже была бы солнечной батареи поэтому здесь производители солнечных батарей тоже заинтересованы сотрудничестве с с подобными компаниями ну что мы на данный момент и видим но это еще не самое интересное то что удалось ее испытать в реальных условиях протестировать это еще только половина дела дело в том что этот проект был официально представлен премьер-министру таиланда и премьер-министр лично ознакомился с тем что сегодня делает виктор арестов и компаниях энерджи сейчас я честно с к теме не запомнил премьер-министра это так 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 сейчас я вам скажу где то я себе записал так правил чан-оча вот так зовут премьер-министр таиланда но вы сами понимаете это вот сейчас кстати вы можете видеть его на своих экранах это в общем-то один из главных лиц Таиланда и очень приятно было осознавать что ему наш проект был представлен ну вроде кого-то говорит подлагивает вы знаете что если у вас что-то пропадает вы можете попробовать у себя качество ухудшить возможно в чем-то здесь будет проблема возможно проблема даже на вашей стороне кого-то все отлично ну ладно значит продолжаем если будет совсем плохо то сообщайте так что можно сказать о том что высшие эшелоны власти таиланда технологию признали это официально состоявшийся факт я думаю что вы понимаете что достаточно серьезное достижение и сделано это не просто так дело в том что это сходится с государственными программами таиланда который мы имеем на данный момент дело в том что таиланд сейчас тоже как и все наверно страны в мире думают о том как улучшить экологическую обстановку в стране и конечно же для в каждой страны особенности они индивидуальны и где-то думают как уменьшить количество выбросов там от автомобилей у них же думают в том числе как уменьшить количество выбросов от дизельных лодок потому что их достаточно большое количество они загрязняют воду но вода это жизнь и в общем-то это когда вода становится грязная в реках это касается абсолютно всех кто живет на этой территории поэтому них сейчас есть большая государственная программа о том чтобы заменить большинство этих лодок вплоть до того что даже экологическое содружество до таиланда она поддержала наш проект это же сказала что те характеристики которые показывают наши двигатели они действительно могут позволить заменить каких-то либо потери для мощности и для под ну каких-то нюансов заменить все дизельные лодки и вот в общем-то мы здесь прямо на своими глазами видим как технологии совмещенных обмоток славянка влияет на окружающий мир и как она меняет его к лучшему и даром и говорим что цель проекта именно в этом так что виктор алисов здесь опять таки успехов и можно только порадоваться за него и надеюсь что на конференции в индии он также расскажет о каких-то новых победах которые сегодня есть у технологии и у виктора в частности что хотел бы еще отметить хотелось бы еще отметить кстати заслуги нашего партнера жили выбера поскольку проект сейчас развивается абсолютно во всех направлениях то нельзя здесь исключать направление также и на данный момент у нас была одна официальная большая конференция в африке это конференция в кодивуаре который кстати говоря посетил 250 человек достаточно большое количество и сегодня жиль уже самостоятельно провел также еще две менее крупные но все равно достаточно интересные конференции которые прошли в бенине и в тога эти конференции посетила чуть больше ста человек в целом это были партнеры активные инвесторы тех к кого интересуют технологии совмещенных обмоток славянка кстати говоря я тоже там выставил правда онлайн также через видеосвязь рассказал о том ответил на вопрос скажем так почему стоит участвовать в проекте двигателя дуинова где-то 15 минут у меня было с участием переводчика я эту тему немножко раскрыл также поскольку мероприятие было несколько также по видеосвязи выступал павел шанский руководитель направлении партнерской сети solar group и также он в общем-то на вопросы присутствующих отвечал достаточно интересно тоже практика и мы видим что это работает как только прошли вот эти мероприятия сразу пошли инвестиции сразу пошло движение хотя до этого из этих регионов птицы не было я хочу отметить что это делается не только для привлечения инвестиций в данном регионе действительно после того когда мы проводим подобные конференции мы видим что там появляется большое количество людей которые интересуются технологии и это же будущие заказчики будущий клиенты сова лмаш то есть та работа которая сегодня сеется партнерами региональными она очень важно для нас всех и это дает результат не только в плане финансирования но и в плане развития технологий потому что конечно в первую очередь цель-то это именно такая потому что ну привлечь просто привлечь деньги да конечно же это только ловина работы еще есть большая работа продать свои разработки продать наработки да скажем так для того чтобы разработать двигатель но в общем то это тоже клиенты это неотъемлемая часть бизнеса чем в общем то сегодня мы также работаем сова лмаш все идет своим чередом казалось бы но на самом деле происходит ряд таких удивительных для кого-то событий для кого-то закономерность и вы уже наверно слышали что команде дмитрия александровича удалось достичь результатов которых ранее в общем достичь никто не мог а если ранее мы говорили что технология показывает технологии совмещенных обмоток славянка показывает мощность двигателя е3 в корпусе и один что ранее никто не делал сегодня тесты и испытания показывают что технология технология позволяет делать такие же двигатели только уже е4 то есть это мало того что нас еще здесь никто не догнал мы уже пошли еще на шаг вперед это действительно огромная заслуга всей команды сова лмаш я надеюсь что в этом направлении скоро новости также появится потому что действительно люди часто спрашивают что там что там ну может быть это санча расскажет также продолжается подготовка непосредственно к строительству вы помните что с участком у нас все в порядке он есть подготовка к средству идет и по договору генеральным подрядчиком строительство должно начаться не позже чем первое первый квартал 2020 года в принципе оснований для того чтобы это не произошло нет так что ждем на вы и я навею что надеюсь что все будет отлично ну что я думаю что на этом можно новости сегодня закончить иду к вопросам направлять свои вопросы в чат вопросов и и сегодня на все я отвечу также после меня выступит дмитрий александрович дуйнов который также на ваши вопросы ответит поэтому если есть вопросы к дмитрию александровичу вы можете их задать в прямом эфире сегодня прямо здесь непосредственно в чате обратили внимание что и 12-часовой передачи немножко меняются форматы упала меняются форматы введения мультиязычности синхронных переводов это новый технический уровень и дополнительные всевозможнейшие программные продукты которые начинают взаимодействовать между собой но и вызывают конечно иногда сбои я надеюсь что ребята справятся с этим делом и следующие вебинары пройдут уже без этих сбоев не все всегда гладко и у нас тоже не всегда гладко полагаем одно получается другое и при испытаниях и проработах ну это наверно нормально без этого не бывает прогресса не бывает проблем только у тех кто ничего не делает значит и теперь к новостям новостей немного главная новость это то что мы на сегодняшний день стали получать из лаборатории первые результаты по повышению по повышению класса энергоэффективности двигателей серии аир за счет использования наших технологий подтверждаются те же самые результаты что мы получали на двигателях серии а д тоже и с е1 мы получаем е3 класс энергоэффективности вот что ну как так ожидаемый результат вот но для того чтобы он прошел без боя естественно была выполнена очень большая работа приятно конечно когда на работу идут без боя дает положительные результаты это приятно но надо понимать что мы на сегодняшний день проводим те работы которые уже отлажены у нас в какой-то степени в связи с тем что у нас на сегодняшний день уже есть подведенные результаты они оформлены в определенной степени в основном подготовленные заключения и описательной часть поэтому мы ставим перед собой следующей задачей все разработки которые закончены те которые мы выполняем сейчас в инициативном порядке вот внести в государственный реестр в единый государственный реестр о разработках окном есть так такой реестр ну наверное не знаю может кто слышал я сейчас ссылочку попробую дать я чат выложу я чат номер один я его положу потом зайдете посмотрите значит зачем мы это делаем это делается для того чтобы заинтересованные лица могли познакомиться с результатами наших работ не только на сайте но и привычным путем в едином государственном реестре поэтому это практика еще советских времен ведется там каждый заинтересованный может организация заинтересована может познакомиться с результатами и принято решение о целесообразности либо не целесообразности используя эти разработки в своей технико-экономической деятельности это конечно потребует еще определенных усилий но в то же время эта работа позволит ввести все результаты к единому образцу предусмотренных ГОСТами и нормативным документом это уже в принципе можно говорить о том что те работы которые мы выполняем по двигателям 90-100 габарита они приобретают завершенный вид ну это работа для нас так скажем известно понятно но что касается двигателей мы ранее ее не проделывали следующая информация значит мы сейчас начали еще один большой подняли большой пласт работы инициировали с тем что неоднократно задавали вопрос а куда и как инвестировать в дальнейшем таким работам ну вот мы обсуждали этот вопрос на вебинарах возвращались к нему потом откладывали опять 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 но надо понимать что стартовать новой программы инвестирования просто вот так вот рассказали не получится и никто это делать не будет для этого надо подготовить ряд документов причем эти документы значительно степени будут отличаться тех документов которые мы готовили для проекта создания инженерии компании потому что это уже проект создания производства двигателей синхронных общепомышленного значения габаритных размеров от 90 по 132 и так как это производство значит для производства нужны несколько иных документов другие обоснования позиционирование на рынке другое все несколько и для того чтобы можно было этот проект рассматривать и в принципе сформировать бизнес-план так опять у меня трансляция приостановлена поэтому я затрудняюсь сказать меня видно слышно здесь коллеги если видно слышно поставьте плюсик пожалуйста по это можно тоже подвисать спасибо коллеги поэтому такую работу мы инициировали и даже уже выбраны площадки и сделаны прикидочные привязки заводят эти площадки оценочные все это пока только оценочные работы но тем не менее я полагаю что эта работа будет сделана к середине следующего года потому что спешить здесь особо некуда и этот проект можно реально рассматривать только после того когда будет все более меняем понятно с реальными сроками завершения вот этого проекта настоящего который мы с вами работаем и выведение его на полу мощность и тогда можно будет говорить насколько проект создания производства будет целесообразен вот при этом надо понимать что для многих инвесторов для многих частников партнеров большой интерес представляет производство тяговых моторов в том числе и мотор колес при наличии производства двигателей общепромышленного назначения которые спрос на которые ясен и понятен в достаточной степени более понятен чем мотор колес можно будет в планном порядке постепенно приступить к освоению серийного производства именно тяговых двигателей и мотор колеса уже на действующих производствах это вполне реальная вещь потому что создавать отдельно предприятия эти моторы ну это очень высокериски очень высокериски и они не совсем оправдывают потому что заходить на эти рынки где спрос во многом определяется все-таки производителями транспортных сервисов это очень рисково влиять поэтому для снижения рисков предлагается такая схема модель когда основное производство это производство двигателей общепромышленного назначения и уже на нем можно будет начинать производство тяговых машин первоначально естественно объемы будут незначительные единичные только уже при подтверждении можно будет проходить на реальный объем тем более что нормативные документы по тяговой электрической машине они еще недостаточно проработать я имею ввиду государственные регулирования стандарты и требования и эти документы только развиваются еще непонятно что будет и с правовым регулированием правил дорожного движения как будут соотноситься новые транспортные средства с другими участниками дорожного движения потому что на памяти есть пример Ирбиса когда мы начали заниматься по скутерам а потом правительство ввело обязательное требование по тому чтобы те лица которые управляют скутерами обязательно имели права обрушила рынок скутеров Российской Федерации в 12 раз и в принципе эти работы они не пошли конечно в корзину но тем не менее были отложены на неопределенный срок и мы вынуждены были перейти к разработке своего контроллера потому что поставщики такие как Кертис они готовы работать с крупными потребителями в противном случае их продукция по цене просто неприемлема для малых транспортных средств в основном для мотоциклов и крупных скутеров которые на тот момент представляли очень малый сегмент на реке поэтому так рисковать нельзя но в то время можно было рисковать сейчас такие резки неуместны потому что тогда это был стартап сейчас этот проект таковым не является следующее момент мы ждем сейчас лабораторию приезда представителей бизнеса для совместного подтверждения результатов полученных для совместных тестов для того чтобы заинтересанты могли собственными глазами со своими специалистами проведя совместно повторив тесты могли убедиться в тех параметрах которые мы декларируем и подтвердить для того чтобы мы могли продолжить переговоры о серийном производстве о своем серийном производстве выполненных разработках и про продажи разработок тех которые выполнены в инициативном порядке это то что касается новостей остальное это плановая работа проведется сейчас ведется разработка очень большое количество документов документации которые необходимы для аккредитации лаборатуре в том числе мы не только своими силами делаем эти документы но еще и часть документов заказываем специализированных организациях но тем не менее первичная информация за нами для разработки этих документов в принципе это все новости вкратце теперь вопросы многие вопросы конечно слетели вылетели но то что я успел прочитать я хотел бы ответить один из вопросов о преобразовании о впал я уже сказал что бойтесь желания своих а то как будет в анекдоте когда один человек афроамериканец не читавший русских сказок приехал в россию в качестве туриста эко туриста ну и поймал золотую рыбку хотел съесть но ему наши ребята объяснили что не положено кушать рыбку золотую ее надо спросить три желания исполнить ну он пожелал быть белым вокруг него голубая вода не это грязная лечушка плескалась ну на коленях сидели прекрасные женщины ну рыбка выполнила эти три желания сделала его белым унитазом в женском и и по преобразованию по в пау мы можем поставить этот вопрос на голосование сейчас как правило делает наберется столько это лайков вот и мы преобразуем в пау только что из этого получится смотрите никто нам сейчас не мешает преобразовать в пау будет определенное количество пока что на первом этапе пять восемь десять акционеров которые будут пакеты и значительнее пакет будет находиться на стороне solar group при этом количество акций будет выпущено так от потолка посмотрели скинули непонятно что что потом с ними получится с этим делом в реальной жизни будет абсолютно непонятно второе это риск по финансированию может возникнуть какой что инвестирование сейчас привлекается будет переинвестирование либо недоинвестирование что делать допустим придется там кредит брать банки либо крупного инвестора привлекать так далее ему надо будет делать переуступ значит надо будет устраивать движение акций в обратном порядке от solar group к этому инвестору с удовлетворением обширка пакета и понеслась и мы устроим такую свистопляску что ни сотрудников solar group ни нам некогда будет заниматься текущими вопросами и там уже будет недостроительство и недоразработан потому что придется всех сотрудников бросить в это пекло кому от этого станет лучше понимаете каждую работу нужно выполнять вовремя тогда когда она нужна когда она своевременная а вот такую свистопляску устроить только хочу и давайте сделать чтобы себя чувствовать уверенно да почувствуешь ну опять таки как той сказке когда медведь тебе поклонится я говорю да медведь поклонится твоя спина согнется так что давайте не будем забегать вперед и будем выполнять все действия последовательно вдумчиво и делать их тогда когда это будет целесообразно и когда это послужит на пользу не нанесет никому вреда самое главное в любом деле это не навредить а делать только из-за того что хочу ну это не нормально теперь вопрос касаемо того что Skyway только начнут говорить этого сразу выключают а у нас не выключают я не вижу необходимости отключать выключать сносить блокировать там сообщения про Skyway либо про любой проект это не нормально нельзя этого делать и тем более что проекты не капуле ни на финансовом поле ни на техническом ни на технологическом это все домыслы выдумки это два проекта которые развиваются параллельно понимаете ну представьте себе вы заходите в магазин да и вам дорогу закрывать чтобы не шли в хлебный отдел а шли только в молочный отдел потому что вы потратите деньги вот и не станете покупать молоко если пойдете за хлебом естественно если вам нужен хлеб вы пойдете за хлебом естественно молоко вы пойдете за молоком поэтому все вот эти удобства они как-то неуместны так ну я тут читаю в комментариях где снимают не про АО так нам вполне подходит по вопросу все ну в свое время не надо торопиться ну согласен я про это как раз и говорю что торопиться не надо надо делать все в свое время и дело в том что для того чтобы заняться реорганизацией нужны ресурсы определенные нужны люди нужны деньги потому что объем работы будет серьезным значит скажите пожалуйста при реорганизации у ВАУ нужен регистратор да депозитарий нужен конечно и насчет депозитария да я вечно просматриваю варианты и Семенов просматривает мы с ним обсуждаем регулярно к этому вопросу возвращаемся и этот вопрос очень актуален и прорабатывается поэтому никто на первую уже попавшуюся не будет даться потому что все эти вопросы изучаются изучаются и проверяются потому что выбор регистратора это очень ответственный момент выбор депозитария очень ответственный потому что от него очень многое зависит поэтому надо хорошо изучать историю депозитария проверять его не только состоятельность но и смотреть его состоятельность на РНМ все это надо смотреть не пора ли организовать вебинары по финансовому правовому любезу для участия с дочками мало кто себе представляет как все работает и как получается прибыль вы правы можно 12-часовый вебинар ребята вернутся в рабочих поездах можно будет организовать такую беду кстати следует следует отдать должное Сергею Мазиновым сделал ролик задумка у него правильная хорошая там ответы на вопросы и на упреки которые в отношении проекта иногда звучат со стороны хейтеров конечно хейтеров это меньше не станет но тем не менее этот ролик вооружает партнера инвестору инструментом как отвечать на эти вопросы и показывает как можно элементарно найти в сети информацию которая опровергает хейтеров или недобросовестных рекламодателей или тех кто хочет опоручить проект как следует действовать и как находить подтверждающую или опровергающую информацию поэтому стоит посмотреть посмотрите реорганизация у вау позволит дольщикам стать законными акционерами и регулярно получают дивиденды согласно уставам бесспорно конечно какую форму выбрала руководство реорганизации ну много отрадно говорили что впал потому что сейчас внесены изменения законодательные акции сейчас публичное общество ау нет открытая акционерная ОАУ открытая акционерная общество ау нет закрытая открытая сейчас открытая публичная и об этом говорилось с самого начала что будет преобразование реорганизация это будет почему потому что пау есть пау сейчас уже нет сейчас по-другому когда переход на следующий этап Олег ну прерогатива объявить информацию за пау пау ну да она прозраше также прозраше как у ау на сегодня падеж пишет что она сейчас прозраше да совмавши на сегодняшний день абсолютно прозрачная компания потому что мы отчитываемся на каждом вебинаре что происходит что делать плюс ко всему за прошедшие годы мы предоставляли отчетные документы финансовые документы бухгалтерские документы представляли баланс бухгалтерские 17-18 года представляли аудиторские заключения и так далее ну и все это предъявляли расскажите немного про реактивные асинхронные двигатели у них правда такой плоский график КПД ну и асинхронные двигатели и для их всегда требуются контроллеры и под управлением контроллера графика ПД достаточно плоский но и асинхронного двигателя под управлением контроллера он тоже плоский потому что точно так же ведется управление потоком и мы когда делали снимали данные на мотор колесо асинхронные на грани мы писали логи информацию там гигабайты были записаны мы строили трехмерную намограмму в зависимости КПД от оборотов и от моментов там тоже получается плоская фигура вот ограниченная она практически прямой верхней части это ограниченные значения но при этом надо понимать конечно что при нуле при нуле оборотов КПД тоже равно нуле и при нуле моментов тоже равно нуле поэтому когда рисуют график для синхронных реактивных двигателей практически прямой линии от нуля это неправда но надо внимательно просто смотреть графики начинаются ли они от нуля на самом деле или от какой-то минимальной нагрузки где можно найти ссылку на ролик против хейтеров группе в скайпе есть группа чат номер один вконтакте но сергей по-моему по-моему распространили эти ролики в разных местах по-моему 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 читам его он известен как это делать в принципе технически все достаточно просто больше сложности представляет документально все это выполнить, потому что информация по каждому дольщику должна быть полной в соответствии с анкетом депонента для размещения в депозитарии вот тут будут некоторые проблемы и очень большие объемы работ, ну и там конечно же будут вещи создаваться это ясно понятно вот Антон Угольникович пишет, что Мазина был супер ролик против хейтера, да, я как раз про это и говорил синхронно-реактивные нам конкуренты ну знаете, дело в том, что подавляющее большинство асинхронных машин на сегодняшний день работают без контроля, без частоты поэтому асинхронные двигатели на сегодняшний день не в состоянии заменить асинхронные машины когда переход на ПАО извиняюсь за простой вопрос пропустил но в ПАО мы реорганизуемся тогда, когда проект будет завершен вместе с инвестиционной части и когда объект будет введен в эксплуатацию фирма грифус продает свой двигатель как Е3 со своим контроллером как Е5 это возможно, чтобы благодаря контроллеру перепрыгивать так классно да, возможно потому что контроллер он управляет потоком вот смотрите мы Владимир мы публиковали графики КПД для двигателей с классическими обмотками и с нашими так вот в зависимости от того какое мы решение применим какие данные смотаем двигатели какой конструктив у нас КПД при недогруженных режимах превышает КПД в номинальном режиме на одних двигателях а на других двигателях наоборот в перегруженном режиме превышает номинальный режим и вот внешне это два одинаковых двигателя но предназначены для различных режимов работы и для работы в составе различного оборудования в зависимости от характера нагрузки и поэтому несмотря на то что там допустим двигатель соответствует классу энергоэффективности и Е4 по работе в номинальном режиме в реальной при реальной нагрузке когда он работает там недогрузит или перегрузит он будет обеспечивать параметры выше чем Е3 либо Е4 даже без частотника а если ему частотник поставят то там вообще интересно юридическое регулирование вопросов инвесторов дочек сегодня может осуществляться только на основе законодательства Великобритании да ну нет вы не совсем правы смотрите это взаимоотношения между дольщиками и Соларгрупп да сейчас да но есть еще взаимоотношения между вернее не Соларгрупп а Соларгрупп извините оговориться между Соларгрупп и дольщиками там да юрисдикция Великобритании но есть еще обязательства и договоры между Соларгрупп и Соларгрупп которые тоже регулируют взаимоотношения но и вы должны понимать что мы находимся в реальных в реальных условиях а не в идеальных и мы действуем исходя из целесообразности находя баланс между добром и злом собственно говоря потому что вот один такой нюанс небольшой если вы начинаете полностью соответствовать требованиям всем которые на святейший день прописаны законами вы не сможете вести никакую деятельность как это не парадоксально это мысли конечно помоле но тем не менее и я могу ответственно заявить что ни одно юридическое лицо которое работает в российской федерации либо в другой стране полностью соответствует законодательству той страны в которой она работает любое предприятие если начать проверять оно нарушает те любые законы вот возьмите даже мы всеми силами стараемся привести лабораторию в полное соответствие со всеми требованиями которые предъявляются но там требования таковы что выполнить их практически невозможно можно выполнить с определенными допущениями почему да потому что даже целый ряд документов проработанных и разработанных законодательно они отсутствуют и даже вот я мог бы сейчас выложить принтскрин нормативного документа вот допустим приложение номер 3 утверждено приказом Министерства образования на УКР Российской Федерации вот 21 октября 13 года номер 11 60 вуз можете найти и как называется этот документ форма направления реферативно бенбл графических сведений защит ученой диссертации на соискание ученой степени я понимаю что это библиографические сведения но этот документ я могу ссылку скинуть я не пропустил но я в чате номер 1 я все-таки скину посмотрите что этот приказ номер 11 68 от 21 10 2013 вот и весь вопрос даже сами нормативные документы они не соответствуют требованиям которых не предъявляются и как их можно выполнить ну и так далее и так далее и так далее поэтому либо мы с вами работаем в реальных условиях ну либо попытаемся соблюдать если мы сейчас начнем что надо вот это вот это вот это мы ничего не выполним поэтому мы в конечном счете должны прийти к тому чтобы полностью соответствовать всем этим требованиям филосальнейшая работа для того чтобы выполнить нужны и средства и деньги и знания умения квалификации опыты нужны люди соответствующие квалификации и так далее делайте так как считайте нужно и Таня в угоду негодовлица и ничего хорошего не принесет Виктор Ширков Виктор большое спасибо вы абсолютно правы я делаю то что необходимо делать и не из-за того что просто мне так сбрело в голову Е5 не существует это развод ну скажем не совсем так Е5 уже существует но для Российской Федерации пока что этот документ не действует это вторая часть ГОСТа в классах энергоэффективности я кстати на прошлом вебинаре выкладывал ссылку на этот документ мы сейчас пытаемся приобрести официально его для Европы этот документ уже разработан но в России этот документ еще не введен поэтому для России Е5 можно говорить что не существует но единственное что следует из этого документа что Е5 достижим только для частотно регулированных приводов по требованию этого выстава А как вы оцениваете текущую ситуацию по развитию проекта Вы знаете самого себя оценивать задача неблагодарна но я бы хотел чтобы этот проект двигался быстрее очень много задержек очень много затяжек со сроками со всем остальным ну потому что я же говорю мы в реальной жизни находимся вот я смотрел допустим неокры когда выполняются проектно-конструкторскими технологическими бюро в частности не тем есть такой в городе Владимире так они один двигатель один двигатель на готовом базе они разрабатывали с 2005 по 2015 они один двигатель разрабатывали для гусеничного привода извините мы с вами за вот время начала старта финансирования с 2017 уже в государственный реестр готовы внести 8 мотора 8 90 сотых габаритов на различные исполнения и 4 А АД и АИР вот такие пироги поэтому как оценивать ну если сопоставлять то вроде неплохо если смотреть на те требования которые мы к себе предъявляем то плохо есть есть и по нашей вине потери да ну потому что мы все не идеальные люди где-то есть промахи но пока ни одной фатальной ошибки допущено не было и и очень хочется надеяться что стратегические ошибки вообще не будут допущены в дальнейшем пока мы адекватно по моим оценкам реагируем на вызовы такие требования специально это запрет на развитие со времен развала СССР это нормально даст ли вам повлиять на эти требования как вы сейчас влияете на гости и регламенты Владимир Я полагаю что все таки разум должен победить и все таки проходит переоценка того что произошло во многих головах и многие поняли что нет панацеи и надежда что за границей нам поможет да нет мы для за границей добыча такая же добыча поэтому мы должны быть сильными чтобы нас не съели чтобы мы не пролетелись добычей потому что в прайде тигры между собой живут нормально и львы между собой нормально и слоны но межвидовые столкновения до добра не доводят поэтому говорит народный мудрый с волками жить поволчи быть при организации потребностей изменения изменения в еврею будут ли там отражения смотрите дело в том что первичное размещение и дальнейшие операции это разные вещи и там же надо будет смотреть еще принять решение какие акции выпускать там же будут и простые акции и привилегированные акции это решение будем уже принимать несколько позже вы обновились о финансировании пленочных трансформаторов это в селе смотрите мы пленочные только пленочные трансформаторы делаем сейчас сейчас есть наработки по пленочным технологиям силовой электротехники но вопрос не сегодняшний потому что поверьте загрузка такая что другие проекты брать что-то поднимать это нереально абсолютно нереально потому что даже для того чтобы преобразовать реорганизацию из ООО в вещество вести можно выделить людей ресурсы а это сделать сейчас невозможно а что тут говорить о дополнительных проектах поэтому всему свое время пока эта задача не свое время я понимаю что эта тема очень актуальна очень интересна очень перспективна но заниматься объяснять на пальцах преимущество бесполезное занятие для того чтобы сделать образцы работающие продемонстрировать возможность этой технологии преимущество нужно технологическое оборудование соответствующее соответствующая материально-техническая база чтобы это можно было делать не нанося ущерб проектам поэтому когда у нас появится такая возможность естественно что мы и проекты пленочных силовой электроники электротехники мы тоже постараемся довести до такого состояния чтобы он мог быть предъявлен и представлен для потенциального рассмотрения в качестве инвест-проекта по той же схеме краудинвеста потому что затевать краудфандинг собирать средства для того чтобы создать эту технологию стартапа сделать коммерческий проект тоже нереально потому что для этого надо выделить силы нужно отвлечься от нашего с вами проекта а этого делать не надо это неправильно так олег я ответил на вопросы о новости рассказал думаю что на сегодняшний день так друзья ну что наш вебинар подошел к завершению был он непростой действительно какие-то у нас были технические неполадки но вроде бы когда выступал Дмитрий Александрович все было хорошо новости мы услышали ответ на вопросы были в чем причина сейчас разбираемся вот смотрю там записи да первый кусок вебинара вроде там все хорошо подгрузило но почему прямого эфира да были определенные какие-то неудобства посмотрим сейчас настройки покрутим вроде было все как обычно но теперь будем еще лучше готовиться потому что возможно есть конечно здесь вина то что что-то не досмотрели будем смотреть изучать ну так или иначе вебинар прошел и состоялся и это отлично информация передана я думаю что на этом можно заканчивать говорил я о том что если сегодня мы соберем определенное количество лайков то объявим дату смены инвестиционного этапа ну наверное сегодня не лучший день раз большое количество зрителей все равно сегодня не было из-за глюков ну я думаю мы дату смены этапа объявим в Индии на конференции и что самое интересное если вы хотите увидеть как пройдет данное мероприятие у вас есть такая возможность у нас будут идти прямые трансляции причем на нескольких языках и вы сможете своими глазами видеть что будет происходить в Индии так что даже на данном канале вебинара двигателя до иного будет идти трансляция так что не пропустите буду спикеры выступающие на русском языке в том числе я нас будет поддерживать синхронный переводчик так что вы сможете часть информации понять ну и также буду спикер на хинди возможно еще на английском языке это мы еще увидим так что присоединяйтесь в любом случае вы увидите что это действительно большое яркое событие которым мы с вами также поделимся это у нас будет 16 ноября так что не пропустите ну запись тоже будет все друзья спасибо вам за присутствие на этом вебинаре помните что этап у нас скоро меняется и помните что лишь до конца 11 этапа у вас есть возможность увеличить любой свой инвестиционный пакет пользуйтесь этой возможностью и увидимся с вами уже на следующих вебинарах ну а в четверг следующий я уже расскажу как прошло наше мероприятие так что тоже приходите всем спасибо и до скорых встреч до встречи Продолжение следует...